Более 50 хабаровских управляек оштрафовали за несвоевременную уборку снега во дворах. Специалисты городского управления административно-технического контроля проверили качество снегоуборки на придомовых территориях. По правилам благоустройства, снегоуборочные работы во дворах не должны прекращаться на всем протяжении снегопада. После окончания осадка в течение 12 часов дворовые территории должны быть полностью очищены. Если хозяйствующий субъект не уложился в отведенное на уборку время, его могут оштрафовать. Меж тем мастера обслуживающих организаций сетуют из-за коронавируса на своевременную уборку территории не хватает рабочей силы. Например, в одной из компаний из 30 дворников на больничном находились сразу 11. Их временно замещали сантехники, плотники, кровельщики. В мэрии отмечают, после первого сильного снегопада в городе прошли проверки качества очистки дворов от снежных масс и льда, в результате чего 50 руководителей управляющих компаний привлекли к административной ответственности. При этом рейды продолжаются. Представители профильного управления будут проверять, как жилищники справляются с уборкой выпавшего снега. При этом представители администрации напоминают жители города вправе пожаловаться на свою управляющую организацию. Обращения принимаются в комитетах по управлению районами, в городских управлениях ЖКХ и административно-технического контроля. Приглашаем к разговору нашего гостя в студии Кирилл Осипчук, прокурор Хабаровска. Доброе утро. А вот вообще, Кирилл Николаевич, какие у нас есть нормативы по уборке и при домовых территориях, и каких-то общественных пространств? Вы нормативы частично уже озвучили. То есть у нас, согласно правилам благоустройства города Хабаровска, с момента начала снегопада уже должны начинаться снегоуборочные работы. То есть для того, чтобы пешеходные дорожки и места общего пользования были в надлежащем состоянии. И, скажем так, управляющие компании регулируют интенсивность снегоуборочных работ в зависимости от интенсивности снегопада. Что касается уборки проезжей части, это у нас регулируется ГОСТами. И, соответственно, после окончания снегопада, там в зависимости от категории дорог, от 3 до 12 часов ездим на то, чтобы очистить проезжую часть, устранить скользкость и, соответственно, произвести работы по снегоочистке. Но хочу еще добавить, что мы в этом году по инициативе прокуратуры города внесены изменения в правила благоустройства. И добавлен пункт о том, что в течение 12 суток с момента снегоуборочных работ во дворах управляющей компании тот, скажем так, лишний снег, который не будет использоваться для постройки снежных фигур, городков каких-то, а создает помехи для жителей домов, он обязан быть вывезен. Если этого не произойдет, то, соответственно, это также будет образовывать состав административного права нарушения. А раньше как было? Раньше этой нормы не было вообще. То есть мог снег лежать и лежать? Да. Для дворов ее не было, и поэтому мы вот в том году проводя, то есть мы всегда, естественно, проводим работу по контролю, по надзору за теми действиями, которые нас осуществляют контролирующие органы, в том числе в плане очистки города от снега. И вот анализируя эту ситуацию, мы выяснили, что у нас, оказывается, этот период времени вывозки снега, он не урегулирован никак вообще. Но все-таки кто и как должен организовать работу по уборке? Это ответственность только управляющей компанией ТСЖ? Или тут еще как-то власти местные подсоединяются? Ну, все зависит от... Территорию должен, организацию территории и уборку должен организовать собственник. То есть, соответственно, если эта территория придомовая, то жители заключают договор с управляющей компанией, либо это ТСЖ, да, у нас имеется, и уже на них лежит вся ответственность по уборке данной территории. А как организована работа прокуратуры в том плане, что как вы следите за соблюдением законодательства в этой сфере? Мы эту работу начинаем вести, наверное, еще до того, как ежегодно, до выпадения осадков, потому что мы все знаем, что снег у нас выпадает неожиданно всегда, как правило, в начале ноября. Его никто не ждет. Да, поэтому первоначально мы проверяем, в том числе, деятельность управляющих компаний на предмет того, чтобы они запаслись соответствующими материалами противогололедными, чтобы у них были, если нет своих сил каких-то, чтобы у них были заключены договоры с соответствующими организациями на вывоз снега, на его уборку. И в дальнейшем мы уже смотрим за деятельностью органов, в том числе контролирующих. Вы уже упоминали сегодня, в частности, инспекцию административно-технического контроля администрации города. Уже в этом году прокуратурой города внесено представление в адрес мэра по поводу не вполне надлежащей работы этих органов, потому что 50 управляющих компаний, которые привлечены к ответственности, на территории города, во-первых, их значительно больше. И для кого-то не секрет, что мы можем зайти фактически в любой двор и нарушения эти увидеть. То есть понятно, что контролирующий орган, наверное, все-таки работу свою строит и должен, наверное, строить из учета презумпции невиновности тех лиц, за которыми он смотрит. Но в то же время практика показывает, что не всегда у нас данные, должностные лица этих организаций, скажем так, обладают соответствуемым чувством правосознания, ответственности и самостоятельно все это устраняет. То есть, как правило, кому-то нужен какой-то стимул в виде того, что придет контролирующий орган и оштрафует. А вот, кстати, предусмотрены штрафы для тех, кто не своевременно убирает снег. Кого могут оштрафовать в этом случае? Ну, у нас ответственность предусмотрена, если касается дворовых территорий. Это статья Кодекса об административных правонарушениях Хабаровского края. Возможно даже и граждан штрафовать, то есть, если это личный какой-то, да, там, допустим, придомовая, то есть, частный сектор, и рядом будет, скажем так, куча снега навалены и не убраны, гражданин там со двора повыкидывал на проезжую часть, вполне возможно его привлечь. Также предусмотрена ответственность для должностных лиц и для юридических лиц. То есть, ну, достаточно, скажем так, серьезная, потому что при повторном нарушении, например, юридическое лицо, управляющая компания, может быть оштрафована на сумму до 80 тысяч. Угу. Стимул убираться хорошо. Стимул есть, да. И здесь, конечно, хотелось бы еще все-таки, пользуясь случаем, наверное, обратиться и к жителям города, что необходимо все-таки, как я уже говорил, стимулировать свои управляющие компании. То есть, ежегодно у нас обязаны проводиться собрания с жильцами. То есть, на этом собрании можно потребовать и отчетность, значит, и в течение года эту отчетность можно потребовать, допустим, сколько денежных средств затрачено на уборку, да. Сколько у нас дворников. Потому что, ну, честно говоря, я сам тоже сюжет видел по поводу того, что сейчас вот коронавирус не позволяет управляющим компаниям у нас вот надлежащим образом исполнять свои обязанности. Ну, не секрет же, что и в прошлом году было то же самое, и в позапрошлом году было то же самое. То есть, везде это такая болевая точка у нас в городе, где приходится постоянно и силами контролирующих органов, и силами в том числе прокуратуры заставлять управляющие компании надлежащим образом исполнять свои обязанности. И гражданам следует быть активнее. Естественно. У нас в студии был Кирилл Осипчук, прокурор города Хабаровска.